Добрый вечер! Меня зовут Сухарь Евгения и я флорист-декоратор. Сегодня я покажу, как делать вот такой вкусный новогодний венок. Его можно как положить на стол, как декор, так можно и повешать на стену. Для этого нам понадобится картон, ножницы, бумага, любая бумага, можно даже газету. Ткань, клеевой пистолет. И, соответственно, декор. Орехи, апельсины сушеные, сушеные звездочки вот такие из коры апельсина, яблочки сушеные, палочки корицы, бадьян и вот такие вот замечательные печеньки из полимерной глины от Зуевой Инны. Ну что, приступим. Я вырезала вот такой круг. Я его разрезала для того, чтобы внутренний диаметр было проще вырезать. Это мы сейчас склеим, чтобы он не двигался, чтобы было проще в дальнейшем делать основу. Нам надо просто, чтобы он достаточно вот так схватился и все. Внешний диаметр круга у нас будет примерно 30-32 сантиметра у веночка. И мы берем бумагу. Мы ее сминаем так, чтобы нам было удобнее делать основу. И мы просто ее вот так вот прикладываем, чтобы был объем у венка. Бумагой мы создаем объем, чтобы он был объемный венок. В дальнейшем мы будем это обворачивать тканью. Тоже покажу, как мы это будем делать. И чтобы можно было декорировать. То есть, чтобы венок был не плоский, а объемный. Мы вот благодаря бумаге это делаем. Смотря какая бумага, у кого какая бумага будет. То есть, может быть, у кого-то будет очень плотная бумага. И достаточно будет просто в один слой выложить такую колбаску бумажную, так скажем. Жгутик такой. У меня бумага тонкая. И, то есть, чтобы придать объем, я использую два кусочка бумаги. Вот такая основа у нас начала получаться. То есть, мы бумагой выложили. Придали, придаем немного так руками форму. Поровнее. Вот такая вот основа у нас начала получаться. Мы бумагой сделали объем. Теперь, чтобы у нас это смотрелось и нам было удобнее, мы будем сейчас это обворачивать в ткани. Ткань может быть любая. Вы можете использовать даже не ткань. Вы можете, например, обклеивать бумагой. Той же самой, которую вы делаете объем. То есть, нарезать бумагу лентами и обклеивать. Он будет более жесткий тогда каркас. Неудобнее делать это тканью. Не забываем поправлять венок, чтобы он все-таки у нас был круглый. И поджимать маленько бумагу, чтобы она держала форму. То есть, вот эта верхняя ткань или бумага, чем вы будете работать, она именно фиксирует форму. Помогает фиксировать форму венка. Поскольку мы делаем венок без хвои, он у нас будет декорирован вот такой веревкой кибельевой. Она, я ее заранее тонировала морилкой. У меня была морилка с лаком сразу. Можно брать без лака. Без лака даже будет получше. Попроще работать. В работе потом будет проще. Вот такая вот она получилась, веревка. Затонированная. Я очень люблю, когда получается такая очень старая вещь. И мы вот так оборачиваем ткань. Не обязательно, чтобы ткань была такая же длинная, как у меня. То есть, не по 10 см, конечно, кусочки должны быть длиной. Но не обязательно, чтобы она такая же длинная была, потому что вы можете обмотать какую-то часть, зафиксировать клеем и обматывать дальше. Вот мы обмотали основу. Видите, она уже получается похожа на венок. И конец ткани. Мы обрезаем остаточки. И фиксируем просто клеем. Тоже не стремитесь, чтобы вот у меня, видите, я как бы зафиксировала ткань, но у меня тут кусочек, хвостик торчит. Не циклитесь на этом. Это абсолютно не важно. Если вам неудобно, вы можете подклеить, чтобы он не торчал. Потому что в дальнейшем мы сейчас будем декорировать это вот этим вот шпагатом. Это обычная бельевая веревка хлопчатобумажная, купленная в хозяйственном магазине. То есть это на очень недорого стоит. Здесь примерно около 20 метров веревки. И она затонированная. Только обязательно, чтобы она была хлопчатобумажная. Потому что иначе вы не затонируете веревку. Затонирована веревка морилкой. Морилку я брала дуб. Я очень люблю этот цвет. Мне он очень нравится. Вы можете брать какой угодно цвет, какой вам нравится. Осину, махагон, что угодно. Морилка есть двух видов. То есть морилка идет сразу с лаком. И есть просто морилка без лака. Берите морилку лучше без лака. У нее запах не такой резкий будет. И она более жидкая. То есть проще тонировать веревку будет. Тонировала я веревку. Взяла тазик. Положила туда веревку аккуратно. И залила просто морилкой. И потом периодически вот так вот мяла веревку в этом тазике. Чтобы хорошо морилка впиталась. И покрасила веревку. Потом я ее сушила. Естественно же. Лучше, конечно, это делать на воздухе. Сразу говорю. Но поскольку сейчас зима. Не у всех есть балконы. Кончик шпагата мы кладем наверх. Потому что у нас верх будет декорироваться. Поэтому это все закроется. И начинаем постепенно обматывать. И начинаем постепенно обматывать. Не обязательно промазывать клеем каждый виток, можно просто обмотать определенное количество, потом зафиксировать клеем эту веревку и мотать дальше. Веревку очень плотно друг к другу кладем, чтобы не просвечивало, но в принципе даже если будет у вас просвечивать, ничего страшного, если у вас будет веревка и чем вы обмотали основу примерно одинакового цвета, потому что когда ляжет декор, в любом случае эти просветы вы сможете задекорировать. Я не поджимаю веревкой, это просто плотно, когда ее кладешь, то есть автоматически получается бумага ложится так, как нужно нам, то есть он получается не совсем мягкий, не совсем твердый, но и не совсем мягкий венок. Вот она снова будет, вот так вот получается обматывать веревкой, можно продолжить дальше обматывать веревкой, то есть чтобы он был полностью задекорирован веревкой. Но я подумала и сделаю только часть декорированную веревкой, а остальное все будет у нас задекорировано орешками, апельсинами, корицей, бадьяном, такими замечательными печеньками. Очень плотно ляжет декор, то есть у нас получится как бы соединено две фактуры, будет веревка и будут сухофрукты, орешки, то есть и этот венок будет на стену. То есть я сейчас буду делать петлю, чтобы его можно было повесить на стену. Кончик мы приклеиваем, фиксируем полностью веревку сзади, обрезаем. В принципе эта веревка, благодаря тому, что она была пропитана морилкой с лаком, она не сильно распускается. То есть кончики в принципе уже фиксированные, но лучше все равно клеем прям маленечко зафиксировать, чтобы она, не дай бог, не раскрутилась. Потому что эти веревки имеют такое свойство раскручиваться. Так, вот так вот у нас получилось. Вот эта вот часть у нас задекорирована. Теперь нужно посмотреть, как вы хотите, чтобы располагался декор и с какой стороны была веревка. Хотите вы, чтобы она была внизу, наверху. Я хочу, чтобы у меня этот венок был вот так. То есть петля у меня будет вот здесь идти. Вот здесь будет идти петля, то есть соответственно декор маленько будет заходить на эту часть декорированную. Мы берем кусочек веревки. Делаем петлю. Петлю мы фиксируем на клей. То есть капельку клея. Двигаем верюшку. Затягиваем ее. Некрасивую петельку. Мы сделаем вот так. И кончики мы спрячем под декор, чтобы не было видно, где мы обрезали веревку. Такая петелька у нас красивая получилась. Кончики мы приклеиваем сюда. Здесь у нас будет декор, поэтому кончиков не будет видно. Толщину тоже не надо делать, то есть мы рядом приклеиваем, параллельно. Фиксируем, я бы так даже сказала. Не надо намертво их приклеивать, просто фиксируем, потому что под декором они будут зафиксированы и никуда уже не денутся. Лишнее мы можем обрезать. С веревкой лучше работать какими-нибудь ножницами, которые вам не жалко. Потому что хорошие ножницы у вас будут тупиться, и потом, например, бумагу будет очень сложно резать. Вот такая петелечка у нас получилась. Смотрите, какая она у нас красивая. Лишнее мы уберем. Смотрите, какая красивая петелечка у нас получилась. Сзади тоже хорошо все получилось. То есть никаких ни узелков нету, ничего. Вот идет петелечка. Теперь мы приступаем к самому замечательному моменту. Это мы будем декорировать венок. Вот смотрите, можно декорировать, у меня есть такой грибфрут, замечательный, очень красивый, очень вкусный. Есть апельсины, их можно совместить. В принципе, на нашем венке, смотрите, хорошо смотреться будет и грибфрут, и апельсин. То есть это можно совместить. Грибфрут очень хорошо сочетается с цветом веревки, с учетом того, что мы будем оставлять эту часть открытой. И по размеру грибфрут сюда подходит. То есть если бы был венок какой-то меньшего диаметра, то подходили бы апельсины. Вот смотрите, вот этот вот венок готовый, сюда грибфрут как-то уже большевато смотрится. И он, видите, веревка светлее, и грибфрут уже смотрится не так, как апельсин. То есть апельсины хорошо смотрятся, а грибфрут не очень. А здесь с этой веревкой сочетание очень красивой грибфрута. Поэтому я буду использовать и грибфрут, и апельсин. Ну и, соответственно, и орешки буду использовать, и корицу, и бадьян. Потому что это все очень красиво, новогоднее и, главное, очень ароматное. Сейчас я вам расскажу, как высушить грибфруты, апельсины и яблоки для новогоднего декора. Яблоки я сушила двумя разными способами. То есть они нарезаны одинаково, да. Но сушила я их немножко по-разному. То есть вот эти яблоки, которые белые, более светлые, видите, они отличаются. Перед тем, как их положить в сушилку, я их сушила в электросушилке, положить в сушилку, нарезала и сразу же положила в соленую воду. То есть они у меня там полежали, наверное, минуты две. Я их там помешивала, то есть чтобы вода пропитала маленько. Потом выложила на полотенце, промокнула и положила в сушилку. И они остались вот такими светлыми. Вот эти яблоки я не обрабатывала соленой водой. Они тоже по-своему очень хороши. То есть как бы это не плохо. Это просто они другие. Я их не обрабатывала в соленой воде. То есть прежде чем сушить яблоки, вы подумайте, как вы хотите. Какие яблоки вы хотите получить. Потому что и те, и те, естественно, можно использовать в декоре. Их даже можно использовать вместе. Потому что они получаются разные маленько. Резать яблоки можно как круглыми делать, так можно и вот так вот резать целое яблочко получается. Это порезано кругом, а вот это порезано яблочком. Единственное, что, естественно, мы используем, сушим только те половинки, где у нас есть сердцевинка или намек на сердцевину. Потому что просто кусочек яблока, если вы высушите, он не будет смотреться. Вот видите, вот здесь вот идет, видно, что это сердцевина, что это яблоко. А есть кусочки, где этого вообще нету. То есть просто мякоть идет. Такой кусочек уже не пойдет на декор. Ну, будет непонятно, так скажем, что это такое. Поскольку они порезаны тоненько, то есть я их примерно резала миллиметров по пять толщиной, просто нужно смотреть в сушилку, заглядывать. Не то, что включили, ушли и забыли, а периодически заглядывать в сушилку и переворачивать яблоки, потому что они присыхают к сушилке и они могут ломаться. То есть, особенно, когда сильно тонко яблоко нарезано, оно высыхает. И когда начинаешь его оттуда поднимать, оно ломается. Поэтому его нужно поворачивать. Они, в принципе, вот они, я поворачиваю, они получаются вот такими прямыми. Это то, что касаемо яблок. Звездочки из апельсиновой кожуры. То есть, используем формочки для печенья. Формочки для печенья разные есть. Вот звездочки, сердечко, цветочек. Кому какие нравятся. То есть, вырезаем, оно получается даже выдавливаем форму. И мы, я по крайней мере так делаю, я кладу на стол и ставлю какой-то пресс сверху. Стоит у меня это где-то примерно день-два, не дольше, потому что иначе они начинают плесневеть. Я переворачиваю на другую сторону. То есть, например, я положила вот так. Поставила сверху пресс. Постоял день-два. Я пресс убираю и переворачиваю звездочку. И она у меня таким образом сохнет. Но вы в этот момент следите все равно, потому что кожура высыхает, естественно, она начинает деформироваться. Переворачивайте, надавливайте, потому что кожура какое-то время, она еще мягкая будет. То есть, чем чаще вы будете следить за тем, как у вас сохнет звездочка, тем она будет более прямая. Ну, мне нравится, когда и кончики загнуты, что они разных форм получаются. И прямые, и вот с такими загнутыми кончиками. Апельсины режем 5-7 мм толщиной. У меня они были нарезаны где-то, наверное, чуть поменьше, чем 5 мм. Сушу я их тоже в электрической сушилке. Они получаются вот такие прозрачные, вкусные апельсины. Вот эти я сушила в духовке. Они в духовке, вот так они не высыхают в духовке. То есть, они маленько коричневеют, они там как запекаются. Несмотря на то, какую температуру вы ставите, тем более, что сушить апельсины нужно не на 200 градусов далеко. Градусов 60. Духовка нагревается, вы апельсины там крутите, плюс приоткрываете дверцу духовки, чтобы они там не совсем карамелизировались. Грибфруты я сушила все абсолютно в сушилке сразу. Вот эти я сушила подольше. Вот эти я вытащила, как только они высохли, так как мне нужно. Сушила я и половинки грейпфрута, так и целые тоже колечки. Еще есть способ сушки. Берете обычный картон, коробочный. То есть, подготавливаете все, как я говорила. Яблоки вымачиваете в соли, не вымачиваете в соли. Это по желанию. Делаете отверстия. Можете с шилами, можете так же, как я, так же с обратной стороны. Отверстия желательно, конечно, чтобы они были не тонкие, как от шила. То есть, полностью делаете отверстия по всей поверхности картона двух сторон. Когда вы, например, если вы вымачивали яблоки, промокнули их полотенцем хорошо, дали им слегка подсохнуть, чтобы лишняя влага ушла, кладете их на картон, прикрываете второй частью, либо веревочкой завязываете, либо резиночкой для денег одеваете и кладете на батарею. Во-первых, картон впитывает, продолжает впитывать влагу, потому что все равно и яблоки, и апельсины это достаточно сочные фрукты. То есть, картон продолжает впитывать в себя влагу. Благодаря отверстиям в картоне идет сушка, они не плесневают, фрукты. И с учетом того, что они зажаты посередине, они сохнут прямо. То есть, таким образом можно сушить апельсины, грейпфруты. Таким же образом можно сушить и кожуру от апельсина. То есть, вы это вырезали, положили сколько вам нужно на картон, зажали, и на батарею. Ну, я таким способом не пользуюсь, честно скажу, потому что это, во-первых, очень долго. Яблоки, апельсины сохнут примерно около 2-3 недель таким образом. Кожура, я думаю, будет сохнуть не меньше, потому что она все равно тоже плотная достаточно. На воздухе она, во-первых, будет быстрее сохнуть, открытая. И плюс, она у вас будет на глазах. Вы просто даже не забудете и будете видеть, когда она высохнет. То есть, вот на столе кожура у меня сохнет примерно около 4 дней. 4-5 дней. В сушилке я не пробовала сушить, но думаю, что идея не очень хорошая, потому что сушилка будет быстро сушить, и они будут деформироваться очень сильно. Либо тогда, если сушить в сушилке, то тогда это постоянно нужно будет это переворачивать. Очень часто надо будет это делать. просто я думаю, что у всех есть домашние дела свои, и вы просто можете забыть об этом. и это будет, к сожалению, испорчено. Поэтому вот таких вот два способа я вам рассказала. Ну, самый легкий, самый элементарный способ, это, конечно, сушить в сушилке. Они получаются вот такими красивыми. Они прям прозрачные, аппетитные получаются. Чуть подольше подсушить, пожалуйста, подсушите чуть подольше, он получится, апельсинчик вот такой вот коричневенький, он как карамельный получится. Грибфрут, он, конечно, не карамельный получается, но он тоже получается очень интересный цвет, и он получается как запеченный такой. Все это легкое, но это очень хрупкое, предупреждаю сразу. То есть это хранить нужно в какой-то коробке, только ни в коем случае не пластиковые коробки никакие. Это должно быть либо картон, либо я храню в бумажных пакетах. Аккуратненько это ставлю на полку, и это у меня стоит. То есть это должен быть натуральный материал. Ни в коем случае никакой полиэтилен, потому что плесни не будет. Я уже об этом обожглась. То есть поскольку это все натуральное, это нужно хранить все в чем-то либо в картоне, либо в бумаге. То, что касаемо ореха, корицы, бадьяна, это тоже все должно храниться в натуральных мешках. Я расположила, как у меня будет самый крупный декор, где он будет располагаться. Мне очень сильно нравятся грейпфруты и апельсины. Поэтому я сейчас буду приклеивать сначала крупный декор, а остальные пустые места я буду забивать орехами, бадьяном, корицей и вот этими замечательными печеньками от Ины Зуевой. Мастер-класс, который вы можете посмотреть по ссылочке. Приклеивается это все легко на горячий клей. Главное сильно не давите. Хрупкое все это. Приложили и посмотрите, где касание самое хорошее, где касание лучше всего идет туда и наносите клей. То есть не обязательно вам все, весь грейпфрут заливать клеем. Два места, две точки касания этого достаточно. Следующий у нас идет апельсинка. То есть мне хочется, чтобы вот эти два цитруса были вместе, потому что они очень яркие, очень вкусные и смотрятся рядышком очень хорошо. Тут тоже всего две точки. немного держим и у нас не клеится. Вот я приклеила три группки своих цитрусовых выбранных. Теперь мы будем приклеивать орехи. Еще у нас есть вот такие звездочки из кожуры апельсина, но эти звездочки лучше приклеивать поверх как-то орехов или чтобы они выглядывали откуда-то. Сверху мы их не клеим. Если кому-то нравится, конечно, может и так сделать. Его фантазия, просто сами видите, это не будет смотреться. А когда они откуда-то выглядывают или как-то они с краешку сделаны. То есть так они смотрятся очень хорошо и весело. Орехи мы можем взять и грецкие. Ну, мелких грецких орехов я не нашла в магазине. Поэтому я буду использовать манчжурский орех. Он как раз такого размера, как нам нужно на венок. Если у вас не будет таких орехов, а я думаю, что не у каждого они есть, можно использовать скорлупу от грецких орехов. Половинки. То есть покупайте орехи, съедайте самые вкусные из них и используйте только скорлупу. То есть половинки грецкого ореха используйте. это смотрится тоже достаточно хорошо. на этом венке у меня как раз использованы половинки грецких орехов. Видите какие они крупные? То есть если целый орех представляете сюда приклеить, это очень некрасиво смотрится. А фундук и арахис мы естественно приклеиваем целиком не шелушеные. Здесь еще на этом венке я могу показать вот это скорлупа от орехов от других половинки и у меня здесь еще я показываю это половинка скорлупы от миндаля. то есть они заполняют пространство вот эти скорлупки я их центр так скажем не приклеивала чтобы на них акцента не было они очень такие незаметненькие они очень хорошо заполняют пространство и они красивые по-своему но мы их на первый план не клеим вот мы приклеиваем манчжурские орехи то есть они очень сюда хорошо у нас вписываются главное у них размер тот который нам нужен то есть что они не очень большие не забываем что у нас еще вот здесь надо декорировать так скажем внутренний диаметр тоже у нас декору должен быть подвергнут и мы дошли еще вот до фундука располагаем фундук и арахис группками то есть фундук не обязательно должен выстраиваться вот в ряд как солдатики он у нас фундук может смотреть в разные стороны то есть у нас же венок будет рассматриваться с разных сторон располагаем вот группками вот тут два орешка вот здесь у меня два орешка не обязательно что здесь два и здесь два можно три здесь здесь два то есть но только чтобы они не были у нас очень одинокими то есть их должно быть несколько штук одних и тех же то есть манжурский орех он большой то есть его да его вот в этой вот группе орехов достаточно одного то есть потому что если вы ой если вы два рядом приклеите видите да что уже перебор получается арахис такой формы как тетрис можно собирать это скорлупа от макадаль очень вкусный орех мы используем его только кожуру только скорлупу поскольку это скорлупа так уж скажем честно отходы но нам нужно забить пространство у венка заполнить пространство поэтому мы его приклеиваем вот сюда то есть он у нас вроде как есть но в то же время он у нас скрыт его очень удобно клеить потому что у него толстая скорлупа сюда замечательно ложится клей и мы его замечательно без проблем сюда вклеиваем все это скорлупа от ореха макадами вот она скорлупка такая она очень кстати плотная твердая крепкая очень скорлупа у него но скорлупу тоже нужно хранить в натуральном в чем-то в натуральных мешках крупные элементы мы приклеили то есть я еще добавила яблоки сушеные чтобы он совсем был вкусный теперь я пустоты забиваю мелким декором то есть это орехи звездочки уже у нас пошли в ход то есть вы просто смотрите где вам больше нравится это вот видите здесь серединка у яблока очень красивая но основу видно то есть можно вот серединку оставить яблоко часть вот так вот но в то же время как бы и закрыть и часть яблока и часть середины чтобы основа так сильно не просвечивала и звездочка здесь смотрится уместно то есть она в глаза не бросается благодаря своему цвету и занимает какую-то часть яблока то есть у нас получается что звезда приклеена на яблоки она закрывает часть большого яблока у нас не такое большое пятно так скажем яблочное и вот такая звездочка очень аккуратненькая потому что у нас же не яблочный в конце концов венок новогодний палочки корицы мы тоже будем использовать и бадьян бадьян звездочки мелкие поэтому мы его будем приклеивать вообще в самую последнюю очередь то есть куда-то добавлять какими-то такими моментами корица корицу мы тоже будем приклеивать можем где-то вот так вот закрыть например что-то корицей ну не палочками вот так вот а мы будем их красиво перевязывать вот такой вот веревкой то есть мы берем две палочки корицы корица у нас скрученная то есть одна у нее сторона гладкая поверхность а вторая видите так вот скрученная как свиток естественно вот эта сторона она красивая вот так это будет непонятно вот так это красиво будет мы берем две палочки кусочек шпагата и перевязываем вот так завязываем бантик можно бантик завязывать можно бантик не завязывать кому как нравится я люблю когда есть бантики вот пожалуйста можно сделать вот так палочки потом то есть вот так они будут приклеены я хочу сделать вот так они тогда просто еще такой момент вот так палочки будут большую площадь закрывать то есть у вас тогда и декора поменьше маленько уйдет и они видите как смотрятся то есть вот она например вот отсюда будет выглядывать видите получается площадь какую закрыли то есть мы закрыли внутри венка и еще и вот здесь видна корица и смотрите еще какая часть ее красивая видна вот у нас дошло наконец наших вкусных ароматных печенек из полимерной глины от Инозуевы вот такие человечки у нас печеньки человечки вот такие печеньки но человечков я решила расположить внизу так вот мы прикладываем обязательно посмотрите вертикально как будет смотреться то есть чтобы не оказалось что они где-то там внизу будут такая красота вот это вот так будет выглядеть когда он будет висеть то есть имбирные эти пряники пряничные вот эти человечки которые очень распространены очень их любят на западе откуда они к нам и пришли они будут у нас внизу венка и они будут на себя привлекать внимание я бы так хотела сказать эти печеньки потому что они достаточно яркие сделаны как белая глазурь они очень украшают венок и это дополнительные акценты яркие приклеиваем мы их точно так же на горячий пистолет то есть как-то их по-особому приклеивать не нужно поэтому не волнуйтесь если посмотрите мастер-класс и сделайте такие печеньки приклеивайте на горячий пистолет теперь нам нужно заполнить вот эти пустоты которые у них вот такой венок у нас получается то есть мы сначала наклеили крупные элементы это у нас были такие акценты очень яркие затем мы заполнили пространство орехами корицей и звездочками и добавили и добавили печеньки из глины полимерной остался у нас бадьян добавить осталось бадьян бадьян придает такую некую пикантность такую фактуру венку дополнительную он очень красивый он ароматный то есть у нас свинок действительно ароматный жалко камера этого не передает потому что печеньки из полимерной глины несмотря на то что они несъедобные они очень ароматные они пахнут корицей посмотрите мастер-класс узнаете почему пахнут все цитрусовые пахнет бадьян пахнет палочки корицы то есть тонкий аромат яблок тоже от яблока сходит то есть он помимо того что он выглядит аппетитно он еще пахнет очень вкусно поэтому мы добавляем бадьян сейчас это последний штрих к нашему венку то есть очень мне нравится как у нас играют фактуры получается здесь у нас с вами идет шпагат тонированный с этой стороны у нас уже идут сушеные цитрусы яблоки и все такое съедобное ароматное красивое это очень сочетается хорошо по цветовой гамме вы видите то есть сама веревка и орехи все в одной цветовой гамме и яркие акценты наши цитрусы и печеньки которые покрыты как бы белой глазурью они тоже дают свою яркость венку придают вот ну что приступим к последнему штриху это мы будем клеить бадьян бадьян мы приклеиваем в такие места которые бы мы хотели вроде как и прикрыть то есть например вот здесь вот я хочу прикрыть потому что здесь получается очень много орехов мы это можем исправить бадьяном то есть мы можем приклеить вот так вот бадьян и все вроде как орех есть и в то же время его нету такой скрытый орех получается то есть можно приклеить вот сюда бадьян то есть потому что он тут тоже его здесь будет и видно и в то же время он будет часть яблока прикрывать ну это если кому-то например не понравилось мне нравится как здесь все смотрится то есть бадьян можно клеить рядом с корицей корица и бадьян очень хорошо сочетаются еще у нас есть вот здесь такой момент я думаю всем видно разошлась маленькая веревка вот это место мы будем прикрывать бадьяном почему бадьяном потому что он мелкий он у нас встречается естественно в венке он красивый и он прикроет нам все причем вот такая вот группка будет это будет вроде как и захождение декора на веревку на декорированную часть другим материалом нам же нужно это объединить то есть если вы видите то у меня и здесь декор заходит на веревку на шпагат потому что это должно плавно перетекать то есть у нас основной акцент идет на это на вкусность а не на веревку это так дополнение поэтому это должно плавно перетекать из одного в другое и мы это сделали и вот благодаря бадьяну мы тоже это сделаем вот здесь так звездочки бадьяна кое-где расставим то есть видите да они есть целые в смысле есть целые есть не целые то есть не целые звездочки мы просто нам тоже на руку видите как хорошо она смотрится то есть здесь она прикрывает крупный орех очень даже замечательно туда вписывается то есть клеим мы естественно все на горячий пистолет вот у нас мы и закончили свой новогодний венок новогодний рождественский венок этот венок будет вешаться на стену в кухне можно в прихожую повешать куда хотите куда он к нам больше подойдет а еще вот этот вот венок как образец я делала этот венок можно использовать для декора у нас к сожалению есть только вот такая неглубокая чашка можно диаметром побольше и так вот веночек сверху поставить это будет декор новогоднего стола то есть сюда вы наливаете воду пускаете несколько чайных свечей лучше всего пустить например золотые или какие-то желтые чтобы они сочетались с нашими яркими апельсинами и у вас будет вот такой очень оригинальный подсвечник на столе придаст новогоднее настроение своим ароматом своим видом можно если вы не хотите с водой чтобы что-то было у вас просто положить на стол и сюда поставить три свечки или одну большую свечу в центр то есть как вам больше всего нравится и какой вам больше всего нравится такое делайте на стену на стол куда хотите хорошего настроения и творческих успехов до ночи до ночи то есть до ночи до ночи Продолжение следует...